Девушки отдыхают Котеря для мира небольшая Да и мне самому порядочно уж скучно Я как человек, зевающий на бале Который не едет спать только потому, что еще нет его кареты Но карета готова Прощайте Ну просто о себе написал Просто о себе, потому что через год уже с ним это произошло Карета уже подана И он сел в эту карету Ну это особенно, конечно, горько читать Когда это пишет человек Юноша, в общем, по сути дела Совсем молодой человек Потому что, ну, если я написал бы такие слова Это было бы совершенно естественно И ничего в этом, так сказать, не было бы неожиданно А когда это пишет человек, которому 25 лет А вам с течением времени жить становится не скучнее? Ну нет, мне не скучно Просто карета уже где-то совсем заждалась И лошади бьют копытами Ну тут уже ничего не поделаешь Это мы каждому уготованы Сейчас люди живут до 90 и до 100 лет В разуме, в хорошем состоянии Мы знаем их И дай нам Бог всем здоровья Дай Бог Пробегаю в памяти все мое прошедшее И спрашиваю себя невольно Зачем я жил? Для какой цели я родился? Наверное, она существовала И верно было мне назначение высокое Потому что я чувствую в душе моей силы необъятной Но я не угадал этого назначения И увлекся приманками страстей Пустых и неблагодарных Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо Но утратил на веки Пыл благородных стремлений Лучший свет жизни И с той поры сколько раз уже я играл роль Топора в руках судьбы К огородия казни Я упадал на голову обреченных жертв Часто без злобы Всегда без сожаления Моя любовь никому не принесла счастья Потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил Я любил для себя Для собственного удовольствия Я только удовлетворял странную потребность сердца Жадностью поглощая их чувства, их радости и страдания И никогда не мог насытиться И может быть я завтра умру И не останется на земле ни одного существа Которое бы поняло меня совершенно Одни почитают меня хуже Другие лучше Чем я в самом деле Одни скажут Он был добрый малый Другие скажут Мерзавец И то и другое будет ложно После этого стоит ли труда жить А все живешь из любопытства Ожидаешь чего-то нового Смешно и досадно Ожидаешь чего-то нового А у вас это ожидание есть? Есть Есть Это очень Я понимаю эту мысль И действительно Действительно Каждый год, каждый день, каждый месяц Каждое утро я просыпался С ощущением любопытства Что же будет сегодня, что же будет дальше Вот уже полтора месяца, как я в крепость Си-Эн Максим Максимович ушел на охоту Я один Сижу у окна Стану продолжать свой журнал Прерванный столькими странными событиями Перечитываю последнюю страницу Смешно Я думал умереть Это было невозможно Я еще не осушил чаши страданий И теперь чувствую, что мне еще Долго жить Как все прошедшее ясно и резко Отлилось в моей памяти Ни одной черты, ни одного оттенка Не стерло время Я помню, что в продолжении ночи Причаствовавшей поединку Я не спал ни минуты Наконец рассвело Нервы мои успокоились Беря в седла от лошадей Я оделся и сбежал к купальне Погружаясь в холодный кипяток нарзана Я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались Я вышел из ванны свеж и бодр Как будто собирался на бал После этого говорите Что душа не зависит от тела Возвратясь, я нашел у себя доктора Отчего вы так печальны? Сказал я ему Радь бы вы сто раз Не провожали людей на тот свет С величайшим равнодушием Вообразите, что у меня желчная горячка Я могу выздороветь Могу и умереть То и другое в порядке вещей Эта мысль поразила доктора И он развеселился Мы сели верхом Написали ли вы свое завещание? Вдруг спросил Вернер Нет А если будете убиты Наследники отыщутся сами Неужели у вас нет друзей Которым бы вы хотели Послать свое последнее Прости? Я покачал головой Неужели нет на свете женщины Которой вы хотели бы оставить Что-нибудь на память? Хотите ли, доктор Отвечал я ему Чтоб я раскрыл вам мою душу И с жизненной бури я вынес только Несколько идей И ни одного чувства Я давно живу не сердцем, а головою Я взвешиваю, разбираю Свои собственные страсти И поступки С строгим любопытством Но без участия Во мне два человека Один живет В полном смысле этого слова Другой мыслит И судит его Первый, быть может, через час Простится с вами И миром навеки А второй Второй Посмотрите, доктор Видите ли вы на скале Направо чернеются три фигуры Это, кажется, наши противники Мы пустились рысью У подошвы скалы В кустах были привязаны Три лошади Мы своих привязали тут же А сами по узкой тропинке Забрались на площадку Где ожидал нас Грушницкий С драгунским капитаном И другим своим секундантом Которого звали Иваном Игнатьичем Фамилии его Я никогда не слыхал Несколько минут Продолжалось Затруднительное молчание Наконец доктор Прервал его Обратясь к Грушницкому Мне кажется Сказал он Что показав Оба готовность драться И заплатив этим долг Условиям чести Вы бы могли, господа Объясниться И кончить это дело Полюбовно Я готов Сказал я Капитан мигнул Грушницкому И этот, думая Что я Трушу Принял гордый вид Хотя до сей минуты Тусклая бледность Покрывала его щеки С тех пор Как мы приехали Он в первый раз Поднял на меня глаза Но во взгляде Его было какое-то Беспокойство Извлечавшее Внутреннюю борьбу Объясните Ваши условия Сказал он И все Что я могу Для вас сделать То будьте уверены Вот мои Условия Вы нынче же Публично Откажетесь От своей клеветы И будете Просить у меня Извинения Милостивый государь Я удивляюсь Как вы смеете Предлагать Такие вещи Что же я вам Мог предложить Кроме этого Мы будем Стреляться Я пожал плечами Пожалуй Только подумайте Что один из нас Непременно Будет убит Я желаю Чтоб это были вы А я так уверен В противном Он смутился Покраснел Потом Принужденно Захохотал Капитан Взял его Под руку И отвел В сторону Они долго Шептались Я приехал В довольно Миролюбивом Расположении Духа Но все это Начинало Меня Бесить Мы готовы Отвечал Капитан Становитесь Господа Доктор Извольте Отмерить Шесть Шагов Становитесь Повторил Иван Игнатьич Пескливым Голосом Позвольте Сказал я Еще одно Условие Так как Мы будем Драться Насмерть То мы Обязаны Сделать Все возможное Чтоб Это Осталось Тайною И чтоб Секунданты Наши Не были В ответственности Согласны Ливы Совершенно Согласны Секунданты Редактор субтитров Корректор А.Кулакова